Достаточно обидная, наверное, ничья, потому что крылья начали. Просто я был удивлен, как будто всю жизнь в этом манеже и играли. Игра давалась, в принципе, но тем не менее потери. Да, игра давалась. Игра, в общем, получилась, удалась. Ну вот видите, как оно бывает в футболе. Мы не забиваем. Вроде владели и контролировали их ходом игры полностью. Но в конце пропустили. И как итог ничейки. Оба мяча, которые провел противник, Максим Сергеев, были где-то однотипные, похожие. Пришли, прострел с фланга. Как будто, что это такое? Минутная расслабленность защитников? Да я бы не сказал, что это минутная расслабленность. Просто хорошо они в том эпизоде сыграли. Наши где-то не усмотрели, где-то не добежали, где-то концентрацию, наверное, потеряли. Ну, как это еще назвать? Я не знаю. Один в один человек обыгрывает спокойно. Это тоже не дело, я считаю. Есть над чем еще работать. Ну, как, не могу не задать этот вопрос все-таки не часто. Не то, что не часто, а редко в манеже играют. И считаете, это плюсом для нашего футбола, для наших природных, быть может быть, условий? Или тяжело здесь играть? Я в этом, по-моему, ничего такого не вижу, чтобы... Манеж, ну и что, что манеж? Ну, Гагарин, это искусственное поле, манеж, не манеж. Здесь еще даже комфортнее, мне кажется. Действительно так и по-моему, да? Сегодня на фланге обороны снова Клягин появился. Что там с Дорбиньяном? Ну, как вы смотрите футбол, ну, четыре желтых карточки. Ну, пропускал игру просто за перебор карточек. Так все в строю? Конечно, так остальные все в строю. И сегодня один тайм только сыграл Махмудов. Связано ли это с тем, что завтра он появится в основном составе? Да, попросили тренера его придержать. И сказалось ли его отсутствие на содержании игры во втором тайме? Появится он завтра или не появится, это не мне решать. То, что было запланировано, и играть ему один тайм с Божиным, они так и сыграли. А то, что, конечно, он покинул поле, конечно, это сказывается на нашей игре. Это все-таки человек, который способен не только в пас сыграть, но еще и решить судьбу матча. Ну, конечно, это потеря для нас.